приветствую друзья продолжаем топить за арабов очередная наша серия на сегодня у нас будет в основном одна одна сплошная боевочка друзья мы будем бить французов под памплона и мы будем бить какой-то мелкий полустек арагона но и вполне возможно если время позволит еще сразимся и с генуэзским стеклом который взял в осаду нашу великую барселону ну что друзья давайте приступать не шутся наш великим не побоюсь этого слова николасом атакуем французских французские силы подкрепление отдаем под руководство компьютера ну и что мы видим друзья мы видим что мы будем биться с капитами друзья сразу два члена семьи королевский жан капит и роберт капит довольно таки молодые ребята одному 20 лет другому 23 оба из главный ветвь я так понимаю капитов синишали династика петинг все дела ну и будет очень неплохо их убить я надеюсь у нас получится с Так, что у нас здесь вообще есть? У нас есть палкометатели, у нас есть отряд степахов. Эти все ребята пойдут пытаться убить генерала до схватки. Так, далее у нас пихтуры, друзья. У нас много-много-много пихтуры. Так, ну что, у нас много пихтуры, мало лучников. Вот это плохо. В этом стеке явно не хватает пару-тройки отрядов пихтуры. Стопудово, ребят, просто стопудово. Ну, мы над этим будем работать. Надеюсь, в ближайшее время у нас появятся необходимые ручники. Так, ну давайте здесь усилим как-нибудь что-нибудь. Что-нибудь как-нибудь усилим. Центр наш. Да. Так, вот эти ребята, значит, у нас пойдут с флангов. Противника конится очень мало. Сугубо, сугубо только... Генералы, капит эти. Которые, я надеюсь, вообще не добегут до нас. Хотя, все, как может случиться, может и добегут. Так, ну мы вроде всех использовали, да? А эти остатки давайте куда-нибудь в центр засунем. Тут у меня есть арбалетчики. Пускай работают арбалетчики. Так, вы, в принципе, тоже работаете сами. Гена, пожалуй, отведем. Ну, я готов, я готов. Поехали. Так. Сипахи, значит, сюда. Этих мы берем под прямое управление. И мне не нравится, что... Что противник так вот, яро, яро. Опрокидываем, опрокидываем один отряд. По-моему, получилось очень, очень хорошо. Их осталось буквально семеро. Но наши палкометатели, они все... Все использовали. Все, что у них было, друзья. Вот от слова совсем. Все. Ну, давай же, давай же, давай же, давай же. Убей этого капита. Ну, хорошо, что у них второй отряд занимается ерундой. И пока не идет. Вот так он. А, и убегают, а. Ну, что ж за... Ну, там один буквально остался. И убегает. Вот засада. Ну, может, вы его убьете-таки? Нет. Погода, как всегда, испортилась, друзья. К сожалению моему большому. Ну, ребята, ну нельзя отпускать этого ублюдка. Ну вы что в самом деле? Ну... Бегите за ним. Я не знаю, тогда так атакуйте, коль вы его застрелить не хотите. Вы должны убить капита. Сипахи влетели. Ну, гасите его. Гасите, гасите, гасите. Пока пехота противника не подбежала. Ну вы что? Раз сипаха, два сипаха. Сипах. Боже мой. Вы меня расстраиваете, ребята. Вы меня расстраиваете. Просто вот... Бесец какой-то. Мы потеряли семерых сипахов. Но убили. Убили. Роберта капита. Все. Сдулся он. Ну, не зря. Не зря, значит, это было, друзья. Значит, это все было не зря. Так, сипахов поближе. Вот этих ребят наоборот нам куда-нибудь вот сюда надо кинуть. Пускай бегут неуклюже пешеходы по лужам, да? Так, ну тем временем я смотрю, что противник на нас идет. Идет. А что с вами случилось? Можно узнать? Какого, я спрашиваю, куя вы, ребята, вот это все творите? Так. Уходим. Здесь. Выходим. Здесь. Понеслась. Сипахи. Стреляйте. Так, вы туда бегите. Чардж. Да, да, нет. Они убегают. В спину чардж нет плохо. Может вообще не пройти чардж. Сейчас посмотрим, как она пойдет. Ооо, там второй генерал. Ну чардж, как вы видите, вообще не получился даже от слова. Совсем близко не получилось. Там хня какая-то полная. Давайте попробуем в генерал войти. Может быть это поможет. Он, сука, убегает. Ну, ему это не сильно удалось. Давай пробегаем дальше. Нет, я не вас хотел. Вы-то бегите куда надо. Бля, сипахи, вы что делаете? А, я у вас выключил-то хню-то. Ё-моё. Хню-то я у вас выключил. Вы не убегаете. Мой косяк. Базара ноль. Так, ну вы здесь сражаетесь. Вы здесь сражаетесь. Гена. Гена мой, гена. Генералиссимус мой. Хер ли ты делаешь? Никель. Николь. Мочить их, ублюдков. Так. Патч у меня не стоит, поэтому... О, ты что, проигрываешь, что ли? Серьезно? Нет, ты серьезно проигрываешь? Ёпер на мать. У вас же там было больше, гораздо, чем французов. Ты что? Эх, не куляй, не куляй. Обосрался ты. Блюдок тупой. Как так? Я не понимаю. Задержите их. Сейчас вот эти ребята догонят их и убьют. Не надеюсь. Так, здесь. Пару отрядиков надо вернуться. О, катапульта зажигает, да? Тапульта зажигает. Какие вы красавцы-то, еб, девочки. Здесь что? Здесь все хорошо. Ну, игра. Он, кстати, подкрепление, про которое я забыл. Мы без подкрепления как-то подкреплением, да? Давай, сипахи, пошли в бой. Ополченцы с топорами фигней страдают. Ну и второй генерал вражеский еще жив. Зараза такая. Ну, конечно. Дали они нам прикурить. Ну, в принципе, а чему я удивляюсь? Тут удивляться совершенно нечему. Хочу напомнить, что у них огромнейшее преимущество у вражеских полководцев. По силе. И по защите. Да, что в этом нету? Ни хрена удивительного. Так, ну и враг вообще побежал, собственно. Можно его смело преследовать и дерзать. Нам нужно что? Нам нужно убить ихнего генерала. Вот что нам нужно. Их осталось буквально от всего ничего. Ребята, давайте, негры. Ассасины, мусасины, давай. Так, Гена, пока суть до дела, иди качайся. Ой, ты такой сегодня у нас? Так, та пульта. Изведи проклятая. Ты мне войск перемочил, наверное, больше, чем противник. Так. Куда Гена делся? А вот он он, скотина. Ну, бейте вы его. Но их осталось-то. Мы убили предводителя верных. Класс. Смея обезглавлена. Все, друзья. Второго капита мы тоже грохнули. И на этом, по идее, все закончилось. Хотя вот здесь еще отряд целый бежит. Копейщиков. Я так думаю, что мы их сейчас встретим. Вы давайте сюда. Вы здесь все делаете, да? Хорошо. Отряд конницы еще одной. Меня убили по всей видимости. А, да, как раз, наверное, вот этот отряд и убил. Скорее всего. Да, они остановились, куда я им приказал добежать. А кнопка сохранить дистанцию была выключена. Поэтому я лишился своих палкометателей. Как бы это ни было печально. Это так, друзья. Все. Сейчас по-шустрому тут съедим все. Что можно съесть. Обытка, обытка. Ну, это вот что значит четыре дня не играл, друзья. Ладно. Надеюсь, следующий бой пройдет более гладко. Без таких явных косяков. Доедаем, доедаем все это говно. А что, у вас все? Больше никого, что ли? Знаете, убегут. Эти тоже убегут. Их и осталось-то. Хорош. Главное, обоих капитов убили. 300 человек, да, потеряли. Обидно, конечно. Но у меня как раз подкрепление 300 человек. Так что, ааа. Ничего страшного не случилось. Главное, мы один из стеков французских убили. Причем с двумя членами семьи. С двумя капитами. Это дорогого стоит. Обидно, что мало у меня сипахов. Было бы два отряда. Можно было бы попробовать и второго тоже расстрелять. Рыцарский отряд второй. Но получилось как получилось. Казнить. И бы ни хер ко мне в гости приходить. Объясните мне, почему у меня ухудшилось отношение с ульжуфским салутанатом. Как бы с нашими братьями по вере, да? Конечно, можно предположить, что у них союз с турками у французов. Давайте смотреть. У них действительно союз с ульжуфским салутанатом. Ну, это просто дебилизм. Франки вообще заключили союз, по-моему, со всеми. Ну, на здоровье. Это ваше выбор. Зато наш Николас Пиментель получил многообещающего командира плюс два командования. Теперь это реальный монстр, которому все под силу. А, ему еще осталось накопить в своем отряде войск. Что мы будем делать? Надо вывести из города отряда с малой численностью и на их место взбихнуть новое. Ну, как-то явно вот так. Здесь у нас кто стоит? Еще один конственный отряд. У меня тут явно назревают проблемы. Вот так мы, конечно, подкрепимся. Трех отрядов уже не хватает. Нанять никого не могу. Ну, давайте, наверное, кого-то вернем. Вот этих ребят. И этих ребят. Если что, они хотя бы на стенах пригодятся нам. А этих отправим на восстановление. воинам надо отдохнуть. Конечно, надо. Христиане с луками. Ну, это несерьезно. А кроме них ничего и нету, да? Но, вообще-то, есть. Пару отрядов послать можно. Тут, видите, он сразу как. Сразу все посинело, поголубело. плохо. Плеха, плеха, плеха. Так, что у меня здесь? Один отряд отсюда идет. Надо войск поднанять тогда. Арбалетчиков нанять надо, кстати говоря. Они мне совершенно не помешают. Что у меня в Толедо? В Толедо ничего. вывести я отсюда кого-нибудь могу. Знаете, бесплатно стоят. Хрен с ними. Кардова нанимается, граната нанимается. Ну, ладно. Мурсия. На, налоги задрал. Я думаю, что это оно посинело? Ну, ладно, друзья. Один бой мы сделали. Все прошло более-менее нормально. Потрасили мы на это 18 минут. Поехали дальше. Дальше у нас еще один бой. Еще один бой. Вот такой у меня здесь стэк с нашим Али Аль Махаш Хидом. Махах Хидом. Махах Хидом. 37 лет. Такой чел. Воевать ему до этого еще не приходилось. Но я думаю, Десница Правителя справится, друзья. С этими ребятами. Они, кстати, даже отступать не стали. Маньяки. Маньяки на острие атаки. Что у них тут? Три отряда тяжелых городских копейщиков. отряд лучников, арбалетчиков и палкометателей. Да. Плюс им в помощь два отряда ополчения с копьями. Но мы здесь должны побеждать без каких-то особых напрягов. Оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу. Погодку давай сменим. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Красивые виды-то, друзья, какие. Чума. Просто чума. Чумачечная чума. Так, что у меня есть поконница? У меня есть ген, у меня есть сипахи и у меня у меня больше нет ни хрена. Потрясающе. Потрясающе, друзья. Так, сами будете стрелять, значит. У меня, по крайней мере, здесь есть лукари. Это меня конечно радует. Я бы на самом деле армию перекинул вот сюда. Что-то мне не нравится. у меня мое расположение. Я бы вот здесь без всяких склонов по прямой бы выстроил свои войска. Так, впереди мясцо. Мое любимое мясцо. Пять отрядиков за ними, значит, наша великая всемогущая катапульта, которая наверняка снова будет своих убивать. Так, здесь лукари. Эти все с одного фланга будут, конечно же. Что у меня еще осталось? Полкометатели передний край. Так, и вот это значит сюда, хотя там против никого и нету в принципе, но на всякие пожарные случаи, друзья. У меня вообще здесь пехоты очень много. Ну, много это немало, да? Дальше все нормально. Так, ну, я готов. Где мы, где противник? Противник в жопе мира. В жопе мира. В жопе мира, в жопе мира, в жопе мира. Что у них тут вообще есть там? Давайте вызывать сипахов, пускай они бегут и накидывают как можно больше. По каким-нибудь тяжелым арбалетчикам футар арбалетчикам. Копейщикам, конечно. пошла, пошла моча по трубам. Нормально. О, кстати, в нас вкидывают? Ничего себе, а кто такие? Кто такие? Почему не знаю. А ну-ка давай, сипахи, покажи им, где раки зимуют. А у нас наступает ночь, да? Вот ночь. Вот ее. Вот ее. Вот ее. Давай, беги, беги, беги. куда-нибудь сюда в тяжелых копейщиков кидывали свои стрелы. Так, противник вроде как собирается к нам подойти, но в то же время он не собирается к нам подойти, да? вот такой парадокс. Так, конницу выводим вперед. Здесь продолжаем стебаться над хренью всякой. Че вы делитесь, а делите отряд-то я вас не пойму. Стремные вы, товарищи, чем метатели, не метатели. Вот этих метателей подобно туру с глиняными рогами. Мы побеждаем. А на самом деле здесь очевидно, что полная жопа у противника, и нам нужно просто пойти и разбить им лицо, друзья. Вот что я вам скажу. И запретить катапульте стрелять. неверный вала пророку. Мы одерживаем верх. Еще не много неверных стадутся. Так не надо делать. Так, сипахи, нас три и атаки, они уже все отстреляли. Гена, Геннадич, беги вон туда давай. Давай беги. Там явно нужна помощь. чья нибудь. Чья нибудь помощь. Сипахи. Хоть этих убивайте тогда. Хорошо. Так, товарищи Лукари, хорошие. Больше не надо. Там Гена теперь бегает. Еще попадете ему в затылок. Будет обидно. Ба, нас обстреливают. Ничего себе. Самые крутые, что ли, я не пойму. Вроде убегают. Убегают, но обстреливают. Любимый прием. 101. Так, эти убежали. Здесь сипахи догнали. Еще нас по потерям. 4% нам успели накидать. Сволочь. Так, Гена, давай кушаете, качаться надо. Употребляй. Неверные бегут, стадо баранов. За ними! метатели дростиков зажали на берегу. Убежать они уже не могут и просто умирают. Класс. Так, Гена, давай теперь вот этих сипахи. А вы чем-нибудь еще займитесь? заниматься больше нечем, да? Тогда давайте включим шестую скорость. Насладимся этим процессом. А, вы уже все? Вы уже все съели? Хотя бы серебряную лучку взял. Уже хорошо. А эти хрен с ними там, которые осталось. 43 потеряли, 613 убили. Хорошо. Ну и теперь нам предстоит, друзья, не шутя, не шутя, убить геносский стэк. Так, конечно же, казнить. Опять я забыл ты там, какой был-то. Наверное, жестокий. что прикажете? Да, он был жестоким. Так же, все хорошо. Куда тебя отправить? Вообще, можно подойти к городу, да, и в два рыла покарать генуэзский стэк. как вы думаете? По-моему, ничего, только идея мне нравится. Что за зря ребят наших терять? У меня вот еще вот подойти как-нибудь к городу, чтобы он не выделялся твою же заново. С этим периодически бывают проблемы. Друг, а друг, как бы это сделать? Ну, я думаю, вот этого нам хватит. Нам уже хватит этого? у меня здесь еще один член семьи теперь. ну да, он появился на этом, на этот ход, да? Отлично. Ну что, пошли лица бить. Не понял. А-а-а, генезцы обосрались, друзья. Генезцы просто обосрались. Они сделали жиденько-жиденько и убежали. против двухстеков-то. Конное ополчение 11-16. Ничего так, слушайте, хорошее ополчение. Генезские арбалетчики дальний бой 14. Хорошие арбалетчики. У них еще море каких-то стремных ребят. Крестьяне, крестьяне. Три члена семьи, друзья. обалдеть. Вот это главная угроза, главная проблема. Это все хня полная. Хотя, с другой стороны, вот эти ветераны-копейщики очень даже достойные ребят. Так, ну что мы будем делать? Мне вообще хотелось их разбить, но они, видите, подошли к карагонскому стеку, и это уже плохо. Я не хотел бы с ними сейчас столкнуться. Так, здесь у меня три корабля, которые надо разбить. этих французский этот флот французский, чтобы он того самое не портил мне здесь. Судоходство, понимаешь ли, мое. Надеюсь, этих сил мне хватит. два к одному. Победили, друзья, победили, и всех потопили. Шикарно. Просто шикарно. Командир адмирал получил командование, плюсик, и здесь плюс два получили. Молодцы. Так, единственное, мне теперь надо восстановиться, пожалуй, да? Да. вот этих надо отправить обратно для перевозки наших армий в случае чего. Так, если встанут, они починиться смогут. этого товарища тогда к Мурсии перекинем. А этот пусть бежит к Валенсии. Там будут восстанавливаться. Хорошо, французский флот мы покарали. Что у нас здесь? Здесь я не доплыл до Парижа, хотя у меня задание висит. Но еще девять, целых еще девять ходов, так что успеем. 3000 на дороге не валяется. Такс, такс, что? О, у меня вот где дофига народа-то, да? И вот как раз лученькие-то мне пригодятся в Бомблоне. Хорошо, хорошо. И вот этих тогда можно тоже перекинуть в Сарагосу, отсюда забрать один отряд садников пустыни. Отлично. Далее, что у меня по моим имамам? 63, 65, 67. Ну, нормально. Хотя еще ходиков пять там потребуется. Здесь, наверное, одного надо уже перекинуть к Бордо. Ох, франков-то сколько, ёперно, мама. Они вообще с кем-то еще воюют, франки-то? только с нами и с фатимидами. Это печально. Ну, друзья, давайте сожмем кулачки за англичан. Вы не мой король. Вся надежда на них. Вся надежда на них. А то меня франки заклюют. Вот только гляньте. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, где-то шесть стэков. Ё-моё. Да я их устану убивать. Мне нужно очень-очень много войск, друзья. Прямо очень-очень много войск. На принципе, уже везде заказал, где заказывается. Ну, ладно, войска у меня здесь пока что есть три стэка. Но надо что-то делать, блин. Тут надо нажать на рагон, полностью выбить его. У них осталось здесь три стэка. так, что у нас там по времени друзья? 32 минуты, но даже не знаю. Я хотел с этими гадами сразиться, но видите, они не даются нам, они не даются. можно конечно попробовать сделать его так. Ну, не видите, они в двухе сразу. А мне не хотелось бы, чтобы они были в двухе. Это нам тогда надо из города доставать. Ну, давай попробуем. Что прикажете нас? Эти неверные обречены. Ну, как-то вот так. Три к двум. Три к двум. пять генералов вражеских. много. Ну, и ладно. Вперед. Потому что время и дел. Сейчас франки на нас будут давить все сильнее и сильнее на памплону. Два-три сражений. Там у меня гарнизон памплона уменьшится до критических размеров. Поэтому нужно что-то делать. Коль у меня здесь есть два стека, нужно нажать посильнее. И желательно вывести уже арагон из боя, из игры окончательно и без поворота. Так. если мы здесь, то наши подкрепы будут откуда-то отсюда выходить. Я надеюсь, не оттуда. Ё-моё, топография местности, конечно, вызывает печаль. Печаль. Но я думаю, вот здесь обустроится вершина. Я не знаю, противник на нас пойдет, не пойдет. но у нас если что есть ипахи и мы всегда можем их заставить поэти на нас. Так. Копейщики. Давайте формируйте нашу бухту. А что вы блин, засранцы? В другом вас не назовешь. Мне малину обосрали. Так. Что у меня осталось? Осталось у меня еще дофига народа. На всех их сюда ссувать смысла нету. Один отряд вот сюда вот нискосок. Отлично. Еще два отряда сюда. Остальными можно вот здесь усилить. Я думаю, это вполне достаточно вот этих вообще убрать. так, поехали. Поехали, поехали. Союзники наши. Ну, как я и думал, в жопе мира. Наверное, они вот здесь смогут пройти. Если они будут обходить Горова, им будет писец. Так, я их попрошу прямо сюда подойти ко мне. Сипахи, отправляйтесь в бой. вы должны найти каких-нибудь генералов и убить их. Не шутя. Так, что там союзники? Ну, союзники вроде все поняли правильно и пошли по тому пути, по которому я бы хотел, чтобы они пошли. Все, симпахи, гоним. Гоним быстрее ветра. Что здесь? Вот один из генуэзских генералов. В бой они пока не спешат. Я надеюсь, мы их сейчас заставим передумать. только скорость уменьшить, чтобы я успел среагировать. Все, стреляйте по ним. О, посыпались, посыпались. Давай, передвигайся вместе с ними. Отставить не передвигайся. Второй генерал побежал куда-то там. Что, их 17 осталось? О, и третий генерал. Да ты смотри, какие они. Какие они. Так, а вы за мной что-ли вышли, да? Вы вышли за мною. Я так не хочу. Мы сипахи так не играем. Так, отключаем убежание от дистанции. 11 рыл у них. Потом уже меньше, уже 9. Давай, давай, всыпай в них, всыпай. Отлично. Падают гады. жалко, что они разошлись. Мне бы сейчас, по идее, какой-нибудь другой отряд покарать бы их. Но за неимением лучшего трое. Ну все, один отряд мой минус А0. У меня даже еще пол клучина осталось. я бы хотел бы еще в какой-нибудь есть, убили, друзья, убили Христофора Бувалели. Бувалели. Шикарно, просто шикарно. Пробегаете мимо и вкидываете вот в этих. 22 рыла бегут на нас. Сипахи, ну вы это не делитесь. Я вот это дело ненавижу, когда начинают отряды делиться. хня полная. Так, наши лучники подключились, но по нам сейчас будет чардж. Без этого не обойтись. Наверное, здесь тут наши копейщики, они как бы покарают гадов. Оу, воу, 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 ребята, отходим сипахи. Отходите, отходите, отходите. За нами там бригада вышла. Так, тут союзники, союзные сипахи. Отлично. Это какое-то конное ополчение. Давайте генералам его примем. Так, прекратить стрелять. Сейчас гена выйдет. Отлично. Все получилось просто изумительно. Все, стоим, сражаемся идти. Вот, еще один геном бежит на помощь. Так, гена, 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 давай, отойди пока. Пока, отойди. Что там у нас, врубились, да? Ну, давай отряд сюда переведем по-бырому. Так, ну и сипахи, сипахи, сипахи. 18 рыл, а? Ну, ничего, ничего. Пока все норм, друзья, пока все норм. О, нас обходят, друзья. Алфарат, легкая конница. Здесь стоят наши союзники на верблюдах. Я надеюсь, они это как-то что-то сделают. Категорическая. Обалдеть. Ни хрена не сделаю. Вот и надейся на союзников. На союзников надейся, а сам не плашай. Так, Гена, ну-ка сделаем давай чардж. Давай сделаем приятное противнику. Коль ему так хочется. Какие-то уроды бегут с топорами. Сейчас мы... Вот, вот. Они, конечно, попытались хитрить, применить читерский прием. Сразу изменить направление движения. У них ни хрена не получилось. Так, стреляем, стреляем. Ген, отойди. Отойди, Гена. Тут, тут все сложно. Тут стреляем. Сипахи, ну-ка. Еще один Гена. Отлично. Отлично, друзья. Так, сипахи, больше не стреляем. Гена, вперед. Ай. 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 А это может быть больно. Ген, отходи, отходи, отходи. Сипахи, стреляем. Ой, сипахи не стреляем. Сипахи уже отстреляли свое. Так, кого бы, кого-нибудь, давай вот этот отряд пехоты пошлем с противником. Ну и все встречаем этих гадов, иначе нам будет больно. Так, Топуль, ты ничего не делаешь, Давай, ты будешь куда-нибудь туда стрелять. Убили еще одного полководца. Наш чардж сразу Гена и сипахами оправдал себя. Хотя, им там, конечно, сейчас нелегко добивать весь остальной отряд. Это уже, друзья, генуэзские Джули Конфолиньери. Джули Конфолиньери. Блин, зря закрыл. Я считать хотел, но ладно. Мы их там вроде как забили, забили, друзья. Что у нас вообще по всей остальной армии? В принципе, держимся, держимся. Вот здесь вот ребята на верблюдах конечно меня не радуют. А, здесь еще подошел отряд полководца еще один. Она здесь справится. Они, кстати, убили еще кого-то. Может, мы убили, не знаю. Тоже генуэзцы, гвидо, мала льву, льву, мой язык сломался, сусух. Царя. Мы убили предводителя неверных. Как? Еще одного убили? Серьезно? Это вы психи. Так, но у меня конец освободился, могу где-нибудь поднажать. Четвертый полководец Арагонский Альвар Галан отправился тоже далеко и надолго. Так, вы кто вообще? Хер знаю, кто вы такие. Давайте их проатакуем. Еще они там стоят. Совести не грамма вообще. Так, ну и что еще? О, катапульта работает вообще прям зверски, зверски работает. так вот. Так, эти сразу побежали. Надо вот этих поймать уродов. Они мне не нравятся. Они атакуют меня с неожиданных направлений. Семеро. Тут лучники работают. Все работают. Ну и пора конницу выдвигать вперед и ловить все убегающее хозяйство. Так, я думаю сипахи сипахи должны от арбалетчиков, а гена гена должен вот этих ветеранов принять. Вот, друзья, пятый пятый вражеский полководец Хуан де Лассерна не шутя отправился на тот свет. Все, давай, 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 бегите, 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 бегите. Ну тут сложно, тут сейчас еще нельзя пока что армию посылать за противником, потому что они сейчас бегут, через секунду не бегут. Эээ, эээ, товарищ катапультисты, будьте любезны вернуться обратно. По славе Малаха, враги бегут как перепуганные дети. и вы тоже ребята хорош, хорош так делать. так, что у меня там с моей конницей там? Вообще тут хреново куча народу убегает. Я даже боюсь сказать... Так, союзники, давай-ка в атаку. я думаю пришла пора, пришла пора. Слушайте, но это было просто, это было просто. Сколько мы потеряли? Ха! 24% просто, четверть армии, просто. Просто, да не просто, наша там пехота стояла насмерть. О, союзник влетает, влетает. О, пошла жара. Класс. Воевать! Наконец-то запомнил, а то у меня вечно убивать не важно. Класс. Разогнали два стека противника. Просто великолепно, друзья. Сжираем всю всю какаху. Большую, толстую, вражескую какаху. Мы должны убить. Истребить есть. Обалдеть! Пять генералов, друзья. Пять генералов. Хотя, признаться честно, я, я огорчен, что я их всех убил. Объясню, почему. У нас появилась новая принцесса, и именно сюда, под Барселону, я ее перебрасываю, чтобы из арагонского вот этого стека скоммуниздить хорошего генерала, друзья. Вы представляете? А я его только что убил. Но я об этом помнил, но убить стек для меня важнее, чем скоммуниздить генерала, поэтому ну, пошлем принцессу еще куда-нибудь. Делов-то там, я думаю, у арагона под Тулузой найдется кто-нибудь, кого можно захомутать. Блин, на карте так много противника еще, а здесь я не вижу никого, как бы есть, но в очень маленьких количествах. 500 человек мы уже взяли в плен, ну, или просто догнали и убили, сложно сказать. О, здесь, кстати, патапульта едет еще обалдеть, давайте ее убивать. Не приняла она участие в этом бою. В славе Малаха враги бегут, как перепуганные дети. Давай, на шестерочке и будем закругляться тут уже. Больше ловить-то некого. Там, по одному, по два человека убегает. Не вижу смысла их ловить. все, хорошо. Никто не усомнится в справедливости этой победы. Безговорочные друзья, победы потеряли мы 450 человек, скажем так, убили полторы тысячи. Примерно один к трем получилось. Я очень рад, что мы смогли убить пять вражеских генералов. Конечно, я думаю, это удар по обоим странам и по Рагон, и по Генуи. Нелегко им будет возместить подобные потери. Хотя, с другой стороны, скрипт работает по получению бесплатных генералов каждый ход. Он в Сицилии, я их уже убивать устал этих генералов, которые там распятся на постоянку. Да, конечно же, всех казнить. Всех казнить. Да. Вот так вот. И проход на Тулус, открыт. Там, кстати, хотел сказать, остался кто-то, но не сдохли. Все сдохли. Потрясающе. Вот что я вам скажу. Потрясающе. Этот наш мисс варамил Амир Алиева. Это круто, друзья. Это круто. И мир Барселоны победитель жестокий господин прославленный. Так, ну, они, в принципе, нормальные еще. Конечно, по-хорошему им бы подкреп бы не помешал. Но здесь надо подумать. Надо подумать. И наверное, наверное, Амирчика нашего надо вернуть в город. А вместо него вот этого молодого пускай качается 14 лет. Но я еще подумаю. Я еще подумаю, что мы тут будем делать. Тут надо сейчас, наверное, будет обратно к городу сперва отойти. Вполне возможно, что урагон выдвинет на нас свои войска. но это не точно. Убийцы ходили, ходили. Ну и на этом ходу все, друзья. Следующая серия, я думаю, будет 40-й ход. И мы на 40-м ходу сделаем обзор карты. Что да как, почему, зачем и от чего. Так что, ставьте лайкосы, пишите комментосы. Ну и ждем следующую серию. Всего вам хорошего. Пока-пока. Пока-пока.